МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. И всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте. Экономика доверия. Бизнесменов и дипломатов из более чем 30 стран мира собрал 15-й Гомельский экономический форум. Без наркоза и осложнений. Новый метод лечения с помощью уникального для регионов оборудования освоили в областном онкодиспансере. Большая беда от маленькой родинки. О профилактике одного из самых коварных заболеваний. Меланомы. Наше актуальное интервью. Весь это джаз. Американская певица Мирна Клейтон выступила с концертом в Гомеле. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. Главным событием этой недели в Гомельской области стал 15-й экономический форум. Участие в нем приняли 650 человек из 32 стран мира, включая Россию, Германию, Египет, Израиль, Китай, Нигерию, Судан и Финляндию. Во время работы форума подписаны 9 документов на общую сумму более чем в 480 миллионов долларов. Кроме того, к форуму приурочили еще два мероприятия. Проведение 19-й международной выставки «Весна в Гомеле» и 2-го конгресса свободных экономических зон. Подробности в материале наших корреспондентов. Бизнес-центр «СЭС Гомель Ратон» винулшую пятницу без сомнения стал центром экономической жизни региона. В этот день здесь прошел 15-й Гомельский экономический форум. 650 участников из 32 стран мира. Это и поиск новых партнеров, и презентация области. Тем более, что многие участники здесь впервые. Сегодня в Беларуси наш регион – лидер по привлечению инвестиций, и эту позицию нужно удержать, в том числе за счет реализации крупных инвестпроектов. Закончили конструкцию МОЗ-КНПЗ – это огромный проект стоимостью 1,735 млрд. Когда седьмого номера запустить, и в течение 2020 года выйти на проектную мощность. Это крупный проект. Крупный проект, Светлогорский, пусть с проблемами, но в этом году мы должны запустить завод производства сульфатной бельонной цивилизации. Это почти на миллиард долларов проект. Тоже с проблемами, но в этом году, я думаю, запустим завод по производству картона плотного в Добрыше. Это 348 млн. и так далее. В следующем году, кстати, готовы запустить первую очередь, в конце года, первой очереди Петриковского калийного комбината. Это вложение почти по полтора миллиарда долларов. Россия, Украина, Египет, Израиль, Китай, Нигерия, Турция, Финляндия. Сегодня в сотрудничестве с Гомельской областью заинтересованы во многих странах. Во время работы форума подписывается документ о создании в Гомеле крупного производства медицинских имплантов и инструментов. Компания МедИн планирует вложить в предприятие не менее 18 млн. долларов. Мы думаем, что это будет инвестиция приблизительно 15 млн. евро. Это будет первый этап. И 50 работников на этой фирме. И постепенно мы хотим развивать, поэтому нас интересует не только белорусский рынок, но и рынок Евро-Азийской унии. Во время работы пленарной части форума подписывается инвестиционный договор и 8 протоколов о намерениях. Общая сумма инвестиций по этим проектам – 481 млн. долларов. Самый масштабный – строительство заводов по переработке коммунальных отходов в Гомельском, Жлобинском и Мозриском районах. Это действительно проблема. Сегодня в Беларуси перерабатывается только 15% мусора. Мое предприятие, я в частности, проработал целую группу проектных решений, которые позволят эти ресурсы использовать. Естественно, что надо изменять как саму систему сбора, так и весь тот процесс, который позволяет использовать эти ресурсы. Среди участников Гомельского экономического форума – представители различных российских регионов. Единое экономическое пространство позволяет эффективно реализовывать совместные проекты и выпускать действительно конкурентоспособную продукцию. Для Нижегородской области Гомельский форум – это возможность рассмотреть новые предложения и еще больше увеличить взаимный товарооборот. Торговый оборот моей области, Нижегородской, с Республикой Беларусь – это свыше миллиарда за 2017 год долларов, разумеется. А больше, чем у Казахстана с Республикой или с Турцией, тоже меньше, чем в моей области. Поэтому по Горьковскому автозаводу большое сотрудничество. Сюда идут «Газели», соответственно, к нам «Маза», это, естественно, Жлобинский металлургический комбинат, естественно, сельское хозяйство. 15-й Гомельский экономический форум проходит на следующий день после проведения в столице республики конференции «Восточная Европа в поисках безопасности для всех», участником которой был и вице-спикер Палаты представителей Национального собрания Болеслав Перштук. После завершения работы пленарной части Гомельского экономического форума он отвечает на вопросы журналистов и говорит, что если к политической воле добавить еще и экономическую составляющую, можно достичь многого. Проходило большое мероприятие в Минске, где было очень много тоже иностранных гостей. Вы знаете, практически у них нет отрицательных каких-то эмоций. Нам надо крепко подумать над тем, все вместе, чтобы все вот эти хорошие, позитивные моменты, которыми обладает Республика Беларусь и в данном случае Гомельщина, направить такое хорошее конструктивное русло. Примерно через полтора часа после завершения работы пленарного заседания бизнес-центр заполняется вновь. На этот раз участниками второго конгресса свободных экономических зон. Представители 16 стран обсуждают перспективы развития СЭС. Только в прошлом году гомельчане зарегистрировали 7 новых резидентов. В администрации считают, что это хороший показатель, хотя только созданием специальных правовых режимов сегодня ограничиваться уже нельзя. Для привлечения инвесторов необходимо предусматривать дополнительные преференции. Во Всемирной Федерации свободных и специальных экономических зон с этим полностью согласны. Помощь в комплектации партий, то есть дополнительно оказывают услуги для предприятий, чтобы они не занимались этим, чтобы они занимались исключительно производством. Первый конгресс свободных экономических зон прошел в Гомеле в 2015-м. По сути, речь идет о путях привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Гомельчанам есть чем поделиться. Сегодня резиденты свободной экономической зоны Гомель-Ратон работают в 11 районах области. Половина зарегистрированных предприятий с иностранным капиталом. Резиденты СЭС производят 13% промышленной продукции Гомельской области. Кроме того, на их долю приходится 20% экспорта товаров и почти четверть инвестиций, привлекаемых в область. Они же приходят не только с миллионом. Если они идут сюда, инвесторы, значит, они вкладывают достаточное количество денег. Например, как ДЛКОМ-40, они 25 миллионов за два года вложили. Да возьмите Алкопак, 125 миллионов вложено инвестиций и создано более тысячи рабочих мест. Весна в Гомеле. Еще одно крупное мероприятие, которое традиционно проходит в рамках экономического форума. В этом году это более 300 экспонентов из 22 стран. Представители Вьетнама предложили пока еще экзотические для белорусов рисовые лепешки и кокосовое молоко. А также хорошо знакомые нам зеленый чай и кофе. Итальянский бизнес в этом году представляет сразу несколько компаний, работающих в различных сферах. Говорят, что приехали с конкретной целью – найти новых партнеров в Беларуси. Мы уже встречались с рядом компаний порядка пару месяцев тому назад. И сейчас приехали договариваться уже подписывать контракты. Работа в секциях, переговоры, бизнес-встречи и тематические семинары. Все это 15-й Гомельский экономический форум. Сегодня уже реализовано или находится в стадии реализации 49 инвестпроектов, представленных в ходе предыдущих Гомельских экономических форумов. Общая сумма вложенных инвестиций – 864 миллиона долларов. По выручке на одного проживающего, по выручке на одного работающего, он самый высокий в Республике Беларусь. Это говорит о том, что мы на правильном пути. И чем больше будем задействовать возможности новых производств на территории, тем, конечно, жизненный уровень наших людей будет выше. Олег Сенсюров, Ольга Коновалова, Валерий Копанько. Новости недели. Вы смотрите Новости недели. Мы говорим о главных событиях, уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Новости недели. Жилых домов – 126%, что также более доведенного задания. При этом в нашем регионе одни из самых низких цен на квадратные метры. Первый в Белоруссии Центр развития предпринимательства открылся в Гомеле. Он начал действовать на базе региональной дирекции БПС Сбербанка. Здесь можно будет решить финансовые, бухгалтерские, юридические и страховые вопросы, а также получить консультации по любой теме. От составления бизнес-плана и регистрации фирмы до открытия валютного счета. 25 мая взорван треснувший пролет моста через реку Припять между Житковичем и Туровым. На месте взорванного участка будет установлено металлическое пролетное строение. До этого была проведена работа по подготовке к взрыву. Река была направлена в другое русло. Под мостом отсыпана специальная площадка для обломков взорванной балки. Современная техника, максимальная объективность в подаче информации, внимание к судьбам простых людей и, разумеется, увлеченность журналистикой. О том, к чему нужно стремиться, а в чем можно брать пример у региональных СМИ, рассуждали в стенах телерадиокомпании «Гомель». Одна из самых серьезных задач – переход регионов на формат HD. Он должен осуществиться до конца этого года. Главное условие успеха – стабильное материальное положение, современная техника и подготовленные кадры. Вопрос денег, конечно. Это вопрос зарабатывания денег и закупки хорошего современного оборудования. Одно связано с другим. Будут хорошие кадры, будут хорошие программы, будет реклама, будут деньги. И это такой круг, который должен замкнуться. Вот к этому нужно стремиться. В целом я посмотрел достаточно самостоятельно, достаточно состоявшееся телевидение и тем более радио. Поэтому, ну, мне кажется, в том же духе где-то посмотреть, может, на нас, на тех, кто работает в Минске, кое-что перенять. Но вообще лучше свою самобытность сохранять. Во время встречи озвучено много интересных предложений и планов. В частности, более тесное сотрудничество с агентством теленовостей. Коллектив также интересовал вопрос строительства медиа-центра в Минске и возможность стажировки творческих работников в Белтеле радиокомпании и за рубежом. Фотодинамическая терапия вместо хирургического вмешательства. В Гомельском областном онкологическом диспансере внедрили новый метод лечения раковых заболеваний. До сих пор его применяли лишь в столичных клиниках. Теперь, благодаря закупке спецоборудования и препарата, методика войдет в широкую практику врачей нашего региона. Подробности у Евгении Кухаронок. Фотодинамическая терапия представляет собой щадящий метод лечения раковых заболеваний и воспалительных процессов. Чаще всего его используют в случае неудобного для хирургического вмешательства анадомического расположения упухоли. К примеру, на лице, в ушной раковине или на слизистой оболочке. Перед процедурой пациент вводится лекарственный препарат, способный избирательно накапливаться в патологических тканях. Затем на пораженный участок тела направляется лазер, который разрушает только раковые клетки, не затрагивая здоровые. Такое лечение легко переносится в любом возрасте и не вызывает осложнений. Единственный побочный эффект – это повышенная кожная светочувствительность, которая сохраняется, пока из организма выводится препарат – фотосенсибилизатор. Благодаря этому методу лечения мы можем лечить пациентов амбулаторно. Пациент приходит, мы его излечиваем, с утра вводим фотосенсибилизатор, к обеду его лечим, и вечером он может ехать домой. Единственная рекомендация пациенту – это ограничение пребывания под прямым солнечным светом и не пользоваться приборами, которые производят электромагнитное излучение, не пользоваться компьютером, телевизором, сотовым телефоном. После сеанса фотодинамической терапии на коже не остается грубых хрупцов, шрамов, следов удаленных тканей, что особенно важно при локализации опухоли на открытых участках тела. Для большинства больных это однократная процедура. При раннем обнаружении заболевания в 95% случаев пациенты полностью излечиваются. А при раке шейки матки фотодинамическая терапия, в отличие от консервативных методов, позволяет сохранить репродуктивную функцию женщины. Преимущество этого метода – первое, это высокая избирательность метода. Второе – это отсутствие риска хирургического вмешательства. Следующее – это отсутствие тяжелых местных и системных воздействий, которые характерны как для хирургического вмешательства, так и для химиотерапии, для лучевой терапии. Дальше – возможность неоднократного повторения лечебных сеансов в случае, если такая необходимость существует. Стоит отметить также, что лазерный аппарат для фотодинамической терапии создан белорусскими учеными. Отечественного производства и препарат – фотосенсибилизатор «Фаталон». Руководство Гомельского областного онкологического диспансера закупило оборудование за внебюджетные средства. Мы первые из регионов Беларуси, кто начали внедрять у себя эту методику. Помимо этого оборудования, сейчас у нас производится закупка маммографического передвижного кабинета «Мамаэкспресс», тоже белорусского производства фирмы «Адони» и на белорусской базе, на базе автомобиля «МАЗ». Новое оборудование придет в конце 2018 года и позволит приблизить специализированную медпомощь, а точнее маммографию для жителей сельской местности. Евгения Кухаронок, Игорь Морищенко, Новости недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом в нашем актуальном интервью. Именно благодаря стараниям специалистов, а ваших коллег на неделе достаточно много говорили о меланоме. Чем опасна эта болезнь? Меланома является одной из самых злокачественных опухолей. Ну, скажем так, стоит на втором месте после саркома мягких тканей. В чем особенность? В том, что банальные родинки являются первоисточником. Но у нас всегда большое количество родинок, да, у каждого человека. С возрастом их количество может увеличиваться. Так вот вопрос. В панику падать, каждый день бежать к доктору. Как вообще поступать в данном случае? Ну и вообще, всем ли, у кого есть родинки, нужно идти к специалисту? Меланома очень такая опасная. В каком плане? Не всегда все, что темное, плохо. Не всегда все, что светлое, хорошо. Меланома бывает в светлых, не совсем заметных пятнышках. И если размеры идут стандартные от 5 мм, надо наблюдать, то, к сожалению, практика показывает, в 3-мм образованиях родинка, да, могут быть маркеры злокачественности. Поэтому прекрасно, когда человек изучил свое тело, посмотрел дерматоскопическим методом, а дальше идет наблюдение. Если родинка увеличивается в размере, имеет какой-то непонятный пигмент, неоднородность пигментна, имеет нечеткие контуры, либо растет в ширину, в высоту, то это повод обратиться к доктору. Ну, стандартно это раз в год визит, да, при каких-то особых случаях, естественно, надо обращаться раньше. Насколько знаю, 90% меланомы подвергаются лечению, но это, правда, в тех случаях, если она диагностирована на начальных стадиях развития заболевания. Все ли условия сегодня есть для того, чтобы получить необходимую помощь у нас в регионе? Я скажу так, что мы лечим всех и в 100% случаев. Все зависит от той стадии, которая имеется. Гомельская область имеет передовые позиции по сравнению с Республикой Беларусь. И в этом заслуга наших врачей-онкологов, но и дерматологов, потому что ранняя диагностика, естественно, это роль дерматовенерологов. Ну, дерматолог, дерматовенеролог. Что касается условий, основной доктор, который занимается лечением, это врач-онколог-хирург. Если посмотреть на европейский уровень, такой, ну, скажем, мировой, можно сказать, то выживаемость пациентов, впервые диагностированной меланомой в течение первого года жизни, составляет 85%. Показатели Республики Беларусь – это 72%. Показатели Гомельской области – 80%. Это прекрасный показатель. И сегодня только 13% случаев, выявленных впервые меланом, являются на второй-третьей стадии. Основная масса наших впервые установленных диагнозов меланома всё-таки это нулевая и первая стадия. То есть удаётся всё-таки вот эту первичную диагностику поставить на высокий уровень. Почему же такое сегодня внимание к меланоме? Потому что основной фактор риска – это ультрафиолетовые лучи. Естественно, это травматизация Родины, о чём мы всегда говорим. И приведу такие цифры. За 10 лет частота выявления и установления диагноза меланомы выросла на 47%. Сегодня мы чаще ездим на море. Сегодня мы имеем возможность посещать солярий. Сегодня мы забываем, что есть активное солнце. Мы и в 11, и в 12 можем увидеть и молодёжь, и взрослых людей на пляже в летний период времени. В Республике Беларусь и в Гомельском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере используется и применяется метод дерматоскопии. Это метод оптического изучения. Информативность его достаточно высока – 70-98%. То есть в 98% случаев без иссечения данного пигментного образования можно исследовать. Выявляются определённые маркёры. Хочу отметить квалификацию своих докторов, которые владеют этим методом. Все подозрения на меланому, которые мы отправляли в онкодиспансер, были подтверждены. Поэтому сегодня этот метод не случайно даёт 98% информативности. То есть такое прижизненное гистологическое исследование. Потому что всё удалить нельзя. И это сегодня спасение наше. Ну и, конечно, рост выявления. Екатерина Ивановна, спасибо большое за, безусловно, полезную информацию. Повод задуматься и, быть может, записаться к профильному специалисту. Пожелаем нашим зрителям здоровья. Ну а вам до встречи в эфире «Беларусь-4». Спасибо. Спасибо. А теперь к новостям культуры. Уходящая неделя была богата на концертные выступления. В Гомельском общественно-культурном центре выступила известная американская певица Мирна Клейтон. В картинной галерее Гавриила Ващенко слушателям предложили погрузиться в атмосферу лирических мелодий 30-х-60-х годов. Здесь состоялся концерт «Ретро-микс Оттепель» лауреатом международных конкурсов солистки Гомельской областной филармонии Елены Гостинской. А в детской школе искусств номер 5 звучали народные песни в исполнении ансамбля «Русская мозаика». Обо всём самом интересном из мира культуры региона расскажет наш обозреватель Вероника Ворошилина. Год Малой Родины, объявленный в нашей стране, сопровождается рядом интересных культурных мероприятий. Прежде всего, они направлены на сохранение и развитие белорусских народных традиций. Именно такую цель преследует и выставка «Наше наследие», которая на уходящей неделе открылась в картинной галерее Гавриила Ващенко. Экспозицию составляют работы учащихся в Гомельского государственного профессионально-технического колледжа народных художественных промыслов. Здесь можно увидеть плетение из лозы и соломы, резьбу по дереву, художественную вышивку и роспись. Также на выставке представлены живописные работы, декоративные панно, макеты архитектурных сооружений, костюмы и куклы. А во дворце Румянцевых и Паскевичей открылась выставка талантливого реческого художника Евгения Шетихина. В экспозицию «Мосты дружбы» вошли авторские произведения разного периода и художественного воплощения. Это как традиционные живописные работы, так и объемные картины, дополненные художественными элементами из глины. Неделя выдалась насыщенной и для меломанов. В Гомельском общественно-культурном центре выступила известная американская джазовая певица Мирна Клейтон. А на воплощение мощного вокала, безграничной харизмы, притягательного обаяния и неисчерпаемого энтузиазма. В концертную программу вошли музыкальные произведения мировых легенд джаза. К слову, языковой барьер не стал препятствием для позитивного творческого диалога с гомельскими слушателями. А в детской школе искусств номер 5 звучали народные песни в исполнении коллектива Курской областной филармонии ансамбля «Русская мозаика». Российские артисты – настоящие виртуозы живой музыки. Народные классические произведения они всегда исполняют с душой. Причем как на современных, так и довольно редких музыкальных инструментах – домрах, балалайках и различных видах гармонии. А в картинной галерее Гаврила Ващенко слушателям предложили погрузиться в атмосферу лирических мелодий 30-60-х годов. Здесь состоялся концерт «Ретро-микс Оттепель» – лауреата международных конкурсов, солистки Гомельской областной филармонии Елены Гостинской. В своей новой музыкальной программе она обратилась к так называемому «Золотому веку советской эстрады» – композициям, которые перенесли слушателей в удивительную атмосферу ушедшей эпохи. Следующая неделя обещает быть не менее яркой. В «Белой гостиной Дворца Румянцевых и Паскевичей» состоится вечер русского романца. В сопровождении виртуозных фортепианных партий Татьяны Старченко выступит солистка Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Наталья Акинина. Слушатели окунутся в мир тонкой лирики и душевности и наскладятся красотой русских романцев в камерном исполнении. А тем временем в Мозорском дворце культуры «Строитель» состоится концертная программа с участием музыкантов из Минска и Бобруйска. Артисты перенесут слушателей в мир замечательных блюзовых мелодий и роковых композиций. Самыми интересными культурными событиями региона воззнакомили Вероника Ворошилина и Павел Антонов. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова